Кадыров после длительного запоя, иначе его состояние никак не описать, заявил, что он, и только он будет править оккупированной Чечнёй, во веки вечные. В целом ничего удивительного, мы никогда и не говорили, что место Люли займет кто-то другой, ведь это личный проект Путина, в который было вложено огромное количество сил и средств. Зная свое крепкое положение в статусе опричника Путина, Кадыров так открыто и нагло выблинул о своей незаменимости. Люля Заглотович не чурается никого, а если раньше он делал вид и говорил, что устал от должности, собирается уйти. После чего устраивал митинги в честь себя, то сейчас он напрямую сказал, что он балабол, и его слова о усталости – это очередная показуха. Разбирающиеся во внутренней кухне, или другими словами, в системе Кадыровской иерархии, то прекрасно понимают, что Люля действительно говорит правду, на мое место никого не ищут, и я не дам кого-либо искать на это место главы региона. Я это место себе захватил. Все окружение Кадырова было собрано лично самим Кадыровым, поэтому естественно оно полностью подконтрольно им. Если смотреть со стороны Кремля, то безусловно Путин, ФСБ, МВД, МЧС, и кому вам удобно вспомнить, вспомните, намного легче контролировать регион через одного персонажа, которого верхушка так яро продвигает, нежели чем распыляться. Вспомните Кадырова, который своим вероломством стал любимчиком у Путина. Ведь по факту было несколько кандидатов, и самым сильным из них были братья Ямадаевы. Даже на нынешнего замминистра юстиции России Алу Алханова, бывшего президента оккупированной Чечни, Кадыров, совершал нападение и таким образом выкуривал его. Кремль же тем временем просто наблюдал и в итоге отдал должность тому, кто победил. Так сказать, кинули в клетку трех собак – Кадырова, Ямадаева, Алханова, а кто победит, тому и достанется кость. Поэтому да, бесспорно нет альтернативы для Кремля в окружении Кадырова, ведь у Путина нет никакого доверия к окружению Люли. Если мы берем другие структуры, как например ФСБ, то они всем сердцем ненавидят Кадырова, а его окружение Лорд, Патриот, Сазан и так далее, всех тех, кого собрал Кадыров вокруг себя, они считают еще более опущенными. Команда КРА это все прекрасно понимает и так яро держится за своего отца Люлю, который открыто плюет им в лицо, называя себя единоличным правителем. Если у вас возник вопрос, так как кого Кремль поставит после Кадырова, то это вопрос открытый. Но однозначно никого из кадыровских бичей.